Только в первый день фестиваля зарегистрировалось более 150 команд, всего же их ожидается более 600. Уже долгие годы Кевин собирает всех веселых и находчивых в Сочи. В этом году фестиваль проходит на курорте Горкий город. Тут участникам есть где развернуться, только репетиционных залов для КВН-чика выделено около 30. 26-й международный фестиваль команд КВН, Кевин 2015, в городе Сочи, он перебрался на новую дислокацию. Мы приехали на Красную Поляну, то, о чем мечтали уже давно, мы этого хотели, мы хотели попробовать все на Олимпийских объектах, я думаю, что это удалось. Город Сочи встретил нас тепло, в этом году более тепло, несмотря на снег и какую-то влажность, более тепло, чем это было ранее, в прошлые годы. Мы в городе увидели о том, что город приветствует наш фестиваль, город рад этому фестивалю. По традиции география участников широка, планета КВН вне политики, поэтому, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, приехали представители почти всех стран СНГ и некоторых европейских государств, в том числе и представители Великобритании. На сцене все хотят блеснуть, ставки высоки, лучшие попадут в более высокие лиги. Также фестиваль дарит всем участникам море хорошего настроения, приятное общение и, конечно же, яркие знакомства. Я сейчас просто отдыхаю и наслаждаюсь выступлениями всех команд, потому что команды действительно очень высокого уровня, все приехали отлично подготовленные, все так же репетируют, переживают, и поэтому я даже не вижу пока конкурентов, я просто радуюсь тому, что люди играют в КВН. Первый этап пройдет в течение четырех дней, во второй пройдет половина всех команд, где редакторы вместе с Александром Масляковым отберут около 40 команд на заключительный галоконцерт. Бог получил Оскар. Спасибо всем, кто верил в меня. Но свой Оскар я хочу отдать Леонардо Ди Каприо. Ну, Леонардо, с Божьей помощью, с Божьей помощью. Редакторы признаются, талантов среди участников много, выбирать будет тяжело. У нас же большая доля успеха от выступления команды зависит от того, насколько она хорошо понравится именно зрителям. То, что здесь уникальная, абсолютная история, поскольку в зале сидят их коллеги. Это не зрители, это не члены жюри, это вот их товарищи. Вот как на них зайдет, так и будет. Последний раз я участвовал в Киевине, наверное, в 2010-м. Нет, у нас самые положительные всегда воспоминания связаны именно с фестивалем. Потому что это самое приятное, с этого все начинается. Это вот такое начало. И здесь каждый раз сюда приезжают и вспоминаешь то, что было у тебя. В этом году фестиваль открыт не только для КВНщиков. Появился даже новый термин – КВН-турист. Все желающие могут получить возможность поучаствовать в фестивале, посещать все мероприятия и принять участие в съемке заключительного гала-концерта, в котором примут участие лучшие команды Кивина-2015. Запланированный бесплатный концерт состоится на этой неделе в Горке-городе на отметке 960 метров.